Даро дружище, заметил такую штуку, может кому-то из вас знакомо, когда игр куча, играй не хочу, а не хочется. Сидишь, скролишь кучу вариантов, в эту поиграть или в ту, но вот не поднимается рука. Понятно, что причин может быть много, но одну из них определил для себя так, время. Ведь большинство игр в долгую надо осваивать, а силы на это не то чтобы всегда есть. Притом хочется игры, где не надо открывать 100-500 миров, точек интересов и прочие бесконечные беготни по локациям, а просто помеситься, поглядеть ко сцены и желательно закончить все в течение плюс-минус 10 часов. Рогалики, мобы и сессионки в учет не беру, потому что у них есть тонкая грань между удовольствием от коротких забегов до паразитизма, когда игра становится фоном и заходишь в нее не столько чтобы поиграть и кайфануть, сколько убить время, выполняя какие-нибудь дейлики, параллельно смотря какой-нибудь видос на ютубчике. Речь именно о играх с финалом, так сказать. Среди подобных приятных проектов могу выделить Evil West и Rise, Son of Rome. Правда, уже вторую новой не назовешь, но главное, они мои коридорные запросы на экшон невдумчиво и закрывали. И думаю, туда же можно отнести Of Orcs and Men. О них я как-то уже рассказывал на канале. «Hunted the Demon Forge» я бы не поиграл, если бы не два белоруса с камерой, которые вскользь упомянули ее, проходясь по Бефезде. Игра старовата, но слова «неплохой такой боевичок на раз» меня убедили. И не зря. А создала игру InXile Entertainment. Название студии переводится как «Изгнанник» и не зря, так как основатель студии ее потому так и назвал, потому что после ухода из прошлой компании он и его товарищ чувствовали себя изгнанниками. Первые мысли были при запуске игры, что наверное зря я в это вписываюсь, так как игра старовата, монитор ультравает теперь. Как вообще играет этот новый формат, вывезет большой вопрос. Но оказалось все более чем хорошо. А русификатор от Mechanic Voice OVA, которые как прекрасно с текстом поработали, так и приятнейшую озвучку сделали, стал прекрасным дополнением. На, послушай. На всякий оставлю ссылку на файлик с озвучкой и текстом в описании. Первое, что приглянулось, это система боя, которая напомнила Аутрайдер с чутка. Да, надеюсь, когда-нибудь я допишу по нему сценарий и запилю видос. То пылится уже этот контент больше года. Про Atomic Heart я вообще молчу. Персонажи могут укрываться через пробел за стенами, чтобы оттуда вести огонь. Тут тебе и ближний, и дальний бой, и кувырочки всякие, да блоки. Топорная мальца боевка, поэтому приходилось какое-то время привыкать. Чтобы найти какие-то точки интереса, все то же прожимания Ешки даются ориентироваться в пространстве, куда глядеть, что порой надо. В игре два персонажа, эльф Элара и воин Кадек. Они у нас наемники, что охотятся на демонов. Кадек отыгрывает первую линию, врываясь, пытаясь в дамаг и как бы танкуя. Эленджи работает с луком. Грать можно за любого, но функцию смены напрямую не дали. В чем причина такого решения, я не понял. Поменяться можно только у специальных кристаллов, причина наличия которых сюжетно не обоснована. Да и логически выглядит странно. Потому что каждая анимация перехода, как какое-то переселение душ показывается. Нам конечно в начале объясняют, мол вот кристалл, он тебе может выбрать помочь перса, который сейчас нужнее. Но по факту, игру можно пройти на одном персе, избегая точек смены. Возможность командовать своему напарнику совсем убирает нужду меняться. Так как он и без меня сможет выполнить то, что нужно. Порой персонажи даже сами действуют, их просить не надо. У каждого из них есть родные скиллы. Классовые так сказать. Лучница заряжает стрелы, взрывные, замораживающие и пробивные. Кадок может ярость подрубить, воздух кого-то поднять или с разгона усадануть. Другая ветка магия. Она одинакова для обоих. Хочешь огненные бомбы пускай, молнии шараж или аое печать ставь. При этом именно магическая ветка, помня что игра кооперативная, может при зажатии скилла выдать баф сопартийцу, который прям сильно полезен в бою. Прокачиваем эти скиллы с помощью кристаллов. Они будут буквально везде и в локациях, и в скрытых тайниках, и с мобов падать. Поскольку игра довольно коридорная, не скажу, что с поиском кристаллов были какие-то проблемы. К пятой главе из шести уже плюс-минус на полную прокачку трех веток ресурса хватало. Это при том, что во второй половине игры игнорил секретные локации, где этого добра еще больше. В игру даже вместили историю со сменой шмота, она дает заменить, например, меч похуже или взять булаву. Выпадает оружие со специальных стоек, которых будет предостаточно. Щиты будут у каждого персонажа, и получаем их с мобов-щитоносцев, либо на стенах висят. Есть даже система слома, но ломается у нас только щит, поэтому надо своевременно менять, а то могут раздолбать, и блочить дамаг будет нечем. Иногда оружие попадается зачарованным. Правда эффект временный, и спадая, пуха становится хуже, прям хуже обычной версии. Еще есть система добиваний, и их максимально избегал. Потому что они вроде доп награда не дают, не хилят, а при этом очень долгие. Но ладно добивание воина, там он хотя бы движения какие-то делает. А лучница просто зависает, полдня натягивает тетиву. А после второго применения это уже начинает калить. Что касается мира, у нас есть двери. Господи, сколько там дверей. Даже сам персонаж уже со второй главы начинает бомбить на этот счет. За что мое почтение. Полагаю, надо было оно, чтобы дать локацию подгрузить. Но, блин, очень частое явление эти двери. Я понимаю, бюджет небольшой, нужно было как-то оптимизировать все это дело, чтобы нагрузку снять с ПК. Ну, поворчать-то мне надо. Также есть жмурики. В девяти из десяти случаев ничего полезного. Как правило, очередной бубнеж дяди или тети про то, как в детстве режимы свергали. Единственное, где они реально были нужны, это какая-нибудь пятая и шестая глава. Там прям такие мелочи сюжетные уточнялись. Правда, которые все равно по итогу в кассценах раскрыли. Не полностью, но по сути, если ты бы не слушал бы их, я бы не сказал, что что-то потерял. С другой стороны, я понимаю, что есть клуб любителей долбиться в платину за достижения, но импакта с этих разговоров как-то маловато. Заодно спасибо. Уж лучше в таком формате получать информацию, чем если бы все это запихали бы в записки. Еще в игре будет валяться куча золота. Первые часы я думал, ну окей, наверное, это чтоб потом какой-нибудь продавец появился, и у него мы будем покупать шмот, там оружие, так как они в игре есть, мы их выбиваем, ну вроде логично. В итоге всю игру золото собирал, игру прошел, куда надо было золото, я так и не понял. Но потом погуглив, оказывается, есть режим типа подземелий. Создаешь там свои карты, покупаешь персонажей, локации и так далее, и играешь. Лично попробовать не смог, так как сервера уже не поддерживают. Но судя по частым комментариям с форумов и видосов по игре, режим этот не очень. Так что, видимо, наверное, ничего страшного. Но тот же условно геймплей, либо как это выглядит, я вот показал сейчас на экране. Еще в игре есть пазлы. Самый распространенный в начале это огонь. Поджег стрелу, поджег ей факел, что-то открылось, двигаемся дальше. Притом на эту механику уже после второй главы разработчики прям забили. С другой стороны, у огня есть практическое применение. Противники с горящими стрелами убиваются проще. Хорошее решение, так как и сильно не задушнили с постоянными поджогами секреток, да и дали дополнительный способ подкинуть преимущество в бою. Еще по игре есть куча секретных мест, которые пройти можно, только решив пазл. Речь о глобальных тайниках. Так-то мелкие, просто сломав стену, можно освоить. Поначалу вроде было прикольно, но уже в середине игры интереса их проходить не было. Кроме того, что они чутка затянутые и простые, проблемы главное в выхлопе. Он несущественный. Да, там будут доп-кристаллы, зачарованные пухи и золотишко, но зачарованное оружие довольно быстро сдувается и остается блеклая версия обычного. В пути игры такого оружия и так будет навалом. Кристаллов хватает и так, с золотом я определился только после игры, так что после третьей главы по сути я уже забил и не думал об этом. Интересная деталь мира игры, в игре есть сумасшедшая. На протяжении всей игры будут встречаться местные жители, которые, говоря без спойлеров, взгрустнули и нарочито повторяли истории о том, откуда они, что случилось, как им быть и так далее. Я послушал всех, но сюжетная ценность от этого, как по мне, не особо была, так еще и логику ломала. Ведь, учитывая события в игре, их там не то чтобы не должно было быть, сколько их, вряд ли бы отпустили. Не знаю, как по-другому объяснить без спойлеров. Ход в целом интересный, как функцию хлебных крошек они могли бы выполнять, но это настолько не информативно, то как бы... Чё-то такое. За музыку много не скажу. Ее тут как бы не то чтобы много. Не вдохновило, но и уши не вяли. Просто была и все. Для меня главный плюс это работа русскоязычных актеров озвучки, за что еще раз механик Войсовера огромное спасибо. Что касается сюжета, поначалу казался туповатым, рисковатым, потому что не понимаешь кто, что и зачем, но потом ввели пару моментов, которые напомнили мне тему с остальным алхимиком и философским камнем. Кто не смотрел аниме и не понимает о чем сейчас речь, поглядите или даже мангу почитайте, точно кайфанете. В общем и целом, мне понравилось. Перепроходить бы я ее, конечно, не стал, ибо это чисто кинцо на условный вечер, не более. Теперь, если спойлеров не боишься, пошли к сюжету. Женщины с декольте на выкат, демоны, несметные богатства, исполнение мечты. Бред какой-то. Да еще этот бес все испортил. Эх, а такое многообещающее начало было. А сон ли это? Или видение? Отшучивание Элары понять можно. Уже не первый раз снится эта девушка. Ладно, ее сарказм еще успею послушать. Утром. На пути к источнику Элисея. Не могу отделаться от мысли, что этот сон знак. Может и накручиваю, но лучше уж быть начеку, чем если застанут врасплох. А вот и камень. Тот самый странный камень, что видел во сне. И она. Та самая бледная женщина. Серафина. Так получается, сны были реальны? Правда, просьба взять с собой камень смерти звучит как-то не очень. То, что благодаря каким-то кристаллам она поможет приобрести новые силы заманчиво. Но какой ценой? Элара, как всегда, сначала делает, потом думает. Когда она коснулась кристалла, мы увидели воина, который сражался с драконом столь яростно, что даже не знаешь, кто из них страшнее. А в руках у него был тот самый камень смерти. После пробуждения хорошего было мало. Теперь он знает, что мы связаны с камнем и идет за нами. А пока он идет, нам пришлось бежать от молний, драться со скелетами и в целом пытаться поскорее свалить оттуда. Почти выбравшись, нас вновь проведала Серафина, вручив дыхание дракона. Магию, которая обладает огромной мощью. Сколько подарков, конечно, от нее сейчас карман треснет. Даже не представляю, во что нас опять втянула Элара. Но лучше б я молчал, потому что собравшись выйти на древнее поле боя, мы провалились под землю к этим проклятым скелетам вместо из того самого моего сна. Одно хорошо. Серафина не обманула. Дыхание дракона и вправду очень подсобило. Правда, руки щекотило слегка. Пробираясь по этой дыре, на выходе нас встретил демон. Тот самый клятый демон из сна. Я уже не знаю. Может быть, дар ясновидения обрел. Но одно знаю наверняка. Мне все это не нравится. Очередная встреча с Серафиной дала чуть больше понять, кто она и зачем ей мы. Она дочь лорда мэра Дайфеда. Нам нужно найти его, помочь и сможем неплохо подзаработать. При этом о ней самой рассказывать не стоит. Что же до воина с драконом? Он нас потерял из виду. Пока что. Глава первая. Город Дайфед. Еще то захолустье на отшибе. Но деньги нам не помешают. Мы же все-таки наемники. Не воровать же. Правда, пустовато как-то и тихо. Что-то явно случилось. Не зря мой копчик ноет. А вылетевший из дома горожанин и вырвавший из него сердце варгар тому подтверждение. Нехорошо это все добраться бы до мэра пораньше, чем эти чудики зубастые. Раньше я уже встречал варгаров, но эти какие-то другие. Слишком свирепы, организованные, так еще пленных куда-то забрали, что еще стройнее. Потому что обычно из их тактики это либо убить, либо съесть на месте. Добраться до мэра оказалось нелегко. Он оказался в ловушке, осажденный варгарами. А чтобы спасти, пришлось не только покончить с несколькими десятками бойцов, но и разрушить башню, усевшись за баллисту. С другой стороны, грех, конечно, жаловаться. Когда еще удастся пострелять из баллисты по башне? Да еще и законно. Спасенный мэр в своем подвале был еще тем хомяком. Только щеки набиты не орехами, а золотом. Давно не видел таких накоплений. Да еще, чтобы они просто были разбросаны по комнате. От упоминания об оплате за работу у него чуть сердце не встало. Жадность. Одна лишь жадность. Как оказалось, дочь мэра украли варгары. Те самые, которые раньше сидели и не высовывались почти из своих подземелий. А тут нахлебались, говорит, какого-то пойла цвета серебра и начали буянить. Это пойло сделало их слишком сильными. Недавно люди мэра сами нашли ту жидкость. Один выпил ее и обрел силу десятерых. Но эффект был недолгим. Оплата, злость и одержимость. Он готов был убить, лишь бы еще раз выпить ту жидкость. Даже тюрьма его не сдержала. Он сбежал, оставив за собой трупы. Что до нас? Нам нужно отправиться туда же. Найти людей мэра, сколько сможем, и спасти его дочь. Еще торговался с Купердяй. Да он же умывается этим золотом по утрам. А касаемо истории с дочерью мэра, как-то это все странно. Серафина говорит, что она его дочь, просит помочь мэру. При этом о себе говорить ему не стоит. Мэр просит найти украденную дочь. И что-то мне подсказывает, это явно не Серафина. Ладно. Устал думать. Голова уже болит. Очередной убитый варгар. Какие-то они совсем дурные. Коснувшись камнем смерти, мы увидели его прошлое. За каждого пленного варгары получают в награду то самое серебряное пойло. Оно не просто делает их сильнее. Оно изменяет их. Так еще жижу вскармливают какой-то королеве паукообразной. Чертовы пауки, терпеть не могу. А вот и украденная Серафина. Дочь мэра. Или кто она там? Сложно понять, что она замышляет. Но знаю точно, Элара ее не взлюбила. Женская конкуренция, что ли? Серафина явно хочет, чтобы мы выпили ту жидкость. Если потребует случай. Но, чую я, добром это не кончится. Да и паучьи лапы за спиной, не мое. Глава вторая. Подземелье Дайфеда. В самых глубинах подземелья мы нашли одного из жителей Дайфеда. До сих пор не понимаю, как он смог сбежать от них. Ну да ладно. Главное, он видел дочь мэра. Самая скверная. Ее с группой пленных ведут скормить королеве тьмы. Надо поторопиться. А то, чую, за спасенный труп будет награда поменьше. В воспоминаниях одного из главарей варгеров мы увидели их хозяина. Ему нужны все пленные до единого. Только тогда даст варгерам то, что так сильно хотят. Слэг. Ту самую серебряную жидкость. Так они ее называют. То, что ими кто-то управляет, меня беспокоит в последнюю очередь. Слэгом кормят и королеву тьмы. А в кого она-то превратится? Еще больше паучьих лап, что ли? Ой, плохи наши дела. Плохи. Встреча с королевой была неприятной. Особенно нестись от нее сломя голову, надеясь, что унесем свои ноги раньше, чем она унесет наши ноги в своем рту. Но было весело. Элара умеет пользоваться баллистой, а в пещере так удачно подвернулся огромный сталактит, сбив который пробили черепушку этой паучихи. Глава третья. Дикие земли Говода. Выбравшись наружу, мы вновь нагнали толпу горожан, которую, судя по всему, вели в глубины леса, к храму. Осталось догнать и найти среди них дочь мэра. Спасая одного заключенного, мы узнали, что тут пленные не только из Дайфеда, но и из Гвиниды тоже. Куда варгарам столько заключенных? Куда они их ведут? Что за рогатый пенями командует? Что-то вопросов все больше. Мы наемники, конечно, но лучше бы я выходной взял. Хотя, Элару я бы все равно одну не отпустил. Минотавры, еще их не хватало. А ведь именно они убили народ Элары. Так еще и эти поставляют слэк варгарам в обмен на пленных. Возможно, мы бы успели что-то еще выяснить, но Элара вспылила. А я, пытаясь ее остановить, привлек к нам внимание. Минотавры решили, что, видимо, мы с варгарами. Или они поняли, что именно из-за них мы тут оказались. Досталось в первую очередь варгарам. Ну, и нам. Почти. А вот и Серафина. Уже слишком очевидно, что она все знает, но ни черта не говорит. Оправдания знатные. Да, я подозревала, но не хотела говорить раньше времени. Брешет. Как пить дать, брешет. Потом поведала, что тот, кто учинил все это, все ближе. Но, мол, не переживайте. Не переживайте, говорит. У меня вторая лысина скоро появится от всего этого стресса. Еще бы предупредила, что впереди ждут враги. Да ну, чтобы я без нее делал. Опять Чан со слэгом. Не знаю, как объяснить, но каждый раз, встречая его, нас постоянно атаковали толпы врагов. Видимо, уж очень он им ценен, что готовы отдать за него жизнь. И все складывалось именно так, чтобы мы попробовали этот слэг. И хоть бои были тяжелыми, а тяга выпить слэг только росла, мы находили силы не делать этого. Что-то внутри подсказывало, что нельзя верить. Ни слэгу, ни серафине. Нагнав остатки пленных, минотавры заканчивали их грузить на корабль. При этом приказы рогатым отдавала какая-то странная дьяволица с посохом, на котором была живая голова. Живая! Которая издавала истошные вопли и атаковала нас вместе с хозяйкой. А я еще до этого думал, что у меня сны странные. Одолев ее и проникнув в воспоминания, наткнулись вновь на того, кто все пытается нас настичь. Это он приказал ей найти нас и убить, чтобы не мешали планам. Но сейчас не это важно. Там, прямо за горизонтом, лир горит. Глава 4. Город Лир. Уже как три недели город осаждают полчища варгаров и минотавров. Но одно хорошо. Корабль с пленными, на котором должна быть дочь мэра, сегодня освободили местные солдаты. Их отвели в таверну Алая Дева. Туда мы и отправились. Правда, от Алой Девы ничего не осталось. Только умирающий солдат, просивший догнать короля Лира, что убежал с пленными дальше, вверх по улице, к гибельному Акведуку. Стража короля была насторожена, увидев нас, но опустила мечи, услышав слово короля. Он обвинял нас во всем, будто бы забыв о варгарах и минотаврах. Но причина оказалась в другом. Просто потому, что мы наемники. А варгарами и минотаврами управляет наемник. Анувин, известный охотник на драконов. Годами Лир осаждал черный дракон, прибывший из руин Каламура. Анувина наняли, чтобы убить его, и даже дали камень смерти, тот самый, что теперь носим мы с собой. Но с тех пор, как Анувин ушел туда, о нем больше ничего не было известно. Сначала все думали, что он погиб. Но лучше бы погиб. Он не только выжил, но и начал отстраивать руины Каламура. Собрал вокруг себя варгаров, минотавров и прочую нечисть, после чего развязал войну. Да, интересная история, конечно, но интересовала нас все-таки дочь мэра, которая так удачно оказалась здесь. Правда, это не совсем Серафина. Ни бледной кожи, ни белых глаз, груди на выкат у нее не было. Вот зараза. Все я ей выскажу. Буду честен, нам до этой истории про Анувина, драконов и войн нам бы просто вернуть дочь и заработать на этом. Не наше это дело мир спасать, не герои мы. Так бы и ушел, но... Элара. Ее воспоминания об убитых сородичах не дали закрыть глаза на этот геноцид. Да, мы не герои, но не мог я спорить с ней. Она ведь мне как семья. Что ж, надеюсь, хотя бы памятник нам посмертно сделают. Да побольше. А вот и Серафина. Выбора, говорит, у нее не было. Не знаем мы себя. По-другому нельзя было поступить. И все ради того, чтобы убили Анувина. А всему виной месть. Обычная месть брошенной женщины. Каких пор мы стали решать проблемы неудавшихся отношений. Ну да ладно. Уже слишком далеко зашли. Поздно возвращаться назад. Глава пятая. Окрайные Каламура. Это, конечно, те еще болота. Похоже на эльфийские леса, правда, как подметила Элара, совсем не те, в которых хочется находиться. Он будто бы поражен болезнью, которая вот-вот накинется на тебя. Преодолев лес, мы увидели огромный карьер. Просто бескрайняя долина. Теперь понятно, зачем столько пленных. Чтобы достать погребенный в руинах город Каламур. Глава шестая. Глубины Каламура. Драконы, когда-то свободные и гордые, стали рабами короля Дайфеда. Все благодаря Камню Смерти. Однако среди них нашлось двое, что разбили чары камня. Сам камень и освободили сородичей. Но после появился Анувин. И опять этот проклятый камень. Он поработил их. Однако камень украл тот, кому он когда-то доверял. Сила камня пугала Анувина. Он вырвал глаза драконов, чтобы они и без камня оставались его рабами. Но так получилось не со всеми. Самых сильных он сковал цепями в недрах Каламура, где они, возможно, до сих пор ждут спасения. Найдя в пресмертной агонии лидера плененных горожан, оказалось, Слэк – это люди. Их отводили к источнику серебристой жидкости и всех убивали, принося источнику в жертву. Сколько лет это длится? И ради чего? Власти? Силы? Это вот для этого погибли все родные и близкие Элары? Да, теперь у меня действительно появилась причина убить Анувина. Я, конечно, понимал, что он еще тот страшила. Но искупавшись в Слэге, его размеры вышли на новый уровень. Огромная махина, чьи хлопки буквально сбивали нас с ног. Бой был тяжелым. Да еще эти дурацкие столбы, которые, судя по всему, служили для него барьером, защищающим от наших ударов. Но разрушив все, удалось поразить громадину, покончив с его кознями. Взглянув на воспоминания Анувина, увидели Серафину. Она была частью его отряда и возлюбленной, которую сам же и убил, окончательно оказавшись под властью Слэга. Теперь хотя бы понятно, откуда у него столько сил было. Но, как оказалось, все это не месть, а искупление для него и для нее. Слэг, зло древнее и неуязвимое, ему всегда нужен носитель, который примет мощь. Носитель, который принесет в жертву дорогого человека. Поэтому мы оказались тут. Не только освободить Анувина, но и заменить одним из нас. Наверняка так бы и случилось, но мы не пили Слэг, а потому он не смог получить власть над нами. Разрушив камень смерти, Серафина сгинула. С тех пор мы ее больше никогда не видели. Что ж, дружище, по сюжету это все. Концовка, что я получил, хорошая, и чтобы ее получить, нужно было просто не пить Слэг. Также есть еще две альтернативные концовки, где либо Элара убьет Кадека, либо Кадек убьет Элару. Все зависит от того, кто больше пил Слэга. Ну или пил вообще. От Слэга в игре польза одна, она дает полную неуязвимость. Полезно, конечно, в массовых замесах, но учитывая концовку, выбор все-таки, видимо, я сделал правильный. На этом все. До скорой встречи, дружище.